Привет, друзья! Продолжаю рубрику памятной партии и начинаю рассказывать о своем видении голландской защиты. Следующая партия была сыграна в восьмом туре международного турнира в Венгрии, в Будапеште. Вообще этот турнир оставил у меня массу воспоминаний, удалось стартовать 2.5 из 3, то есть более-менее неплохо. Но в четвертом туре я проиграл Ренату Бегалееву, причем проиграл, был переигран полностью, то есть проиграл по делу, возможно с этой партией я вас позднее познакомлю. И после этого пинка мне удалось одержать подряд 3 победы, причем в седьмом туре белыми я обыграл одного из главных конкурентов. В борьбе за первое место липецкого мастера международного Юрия Циммермана. И в восьмом туре встречался, играл черными против венгерского шахматиста Ласло, по-моему, Кризани. В общем, сложная фамилия для меня. И было принято решение разыграть голландскую защиту. Вообще, причем не просто голландскую защиту, а такую. То есть в голландской защите есть какие схемы? Каменная стенка, ленинградский вариант, очень популярный благодаря усилиям, в первую очередь, недавно ушедшего от нас в мир иной международного гроссмейстера из Севастополя Владимира Павловича Молунюка. И система Ильина Женевского, которую изредка поигрывал Бент Ларсен. И благодаря книжке «50 избранных партий» эта система очень понравилась мне. И было решено этот вариант исполнить в восьмом туре. Забегая вперед, скажу, что после победы я сделал в последнем туре быструю ничью с Владимиром Ильичем Охотником. И мы с ним разделили первое и второе место. Ну и призы тоже. Что позволило мне не только выполнить балл международного мастера на этом турнире, последний, как выяснилось потом, но и остаться на круговой турнир с нормой международного мастера. Ну и там еще выполнить. Значит, ходом D7-D6 характеризуется система Ильина Женевского. Система очень непростая для разыгрывания черными. И в основном их надежды на то, что белые будут играть слишком пассивно. Должен сказать, что у меня тут очень неплохая статистика, но в первую очередь не потому, что позиция хорошая для черных, а потому, что возникающий тип позиций я когда-то, еще будучи кандидатом мастера и не имеющим рейтинга, неплохо поизучал. Из последних партий, ну, не так давно мне удалось обыграть тюменского международного гроссмейстера Даниила Юпфу на этапе Кубка России, вот именно в этой же системе. Основным ходом здесь является К1-C3. К1-C3. В ответ на что я чаще всего играл К1-E4. И в частности против Даниила Юпфы тоже играл К1-E4. И обыграл его. Хотя, не так давно, ну как, не так давно, молодой, да какой же он опять же сейчас молодой. Ну, в общем, намного моложе меня гроссмейстер Бассет Амин из Египта включил тоже вот эту систему Ильина Женевского в свой дебютный репертуар. И здесь он ходит Ферзь Е8. Ферзь Е8 является основным ходом. Но в ответ, допустим, на ладья Е1, египетский гроссмейстер ходит К1-Е4. И здесь это явно выигрывает в силе по сравнению с ходом К1-Е4 вот здесь. Потому что ладья на Е1 в данном случае расположена хуже, чем на Ф1. Белым надо будет проводить Ф2-Ф3. Ну, это все основные варианты. А со мной встретился ход, мой противник, имевший на тот момент рейтинг 2.455, если я не ошибаюсь. Мой рейтинг тогда был 2.375. Но очень сильно хотелось выиграть. То есть, какой рейтинг у противника меня в тот момент волновало меньше всего. Мой противник сделал тот же самый ход, который был в партии Элисказа с Ларсом. Так же, как и Ларсен, я ответил А7 и А5. Очень полезное продолжение. В прошлом году в Самаре эта же позиция встретилась у меня в последнем туре на мемориале Полугаевского. И Михаил Попов, очень сильный мастер Фиде из Тюмени, спасся в итоге в Эншпиле без двух пешек за счет очень красивой патовой комбинации с жертвой двух ладей. То есть, после А5 у черных, на мой взгляд, позиция уже очень неплохая. Слон Б2, ферзь Е8. И вот А3. Так играл Гроссмейстер Элисказас против Гроссмейстера Бента Ларсена. Партию я вклеил и она будет обязательно в ссылке под роликом. То есть, вклеена в мою партию. Обязательно посмотрите, получите массу удовольствия. А если у вас есть книжка Ларсена 50 избранных партий, посмотрите с его комментариями. Тоже получите огромное удовольствие. Мой противник сыграл здесь слабее. Он пошел Конь Д2. В чем минус хода Конь БД2? Дело в том, что теперь у черных появляется очень сильный ход Конь С6. Чем этот ход силен? Конь с поля С6 позволяет черным бороться за проведение Е6-Е5. То есть, черные хотят что сделать? Провести Е5. Давайте я стрелочками нарисую. Захватить пространство в центре. Отправить Ферзя на Х5. И заняться матовой атакой на королевском фланге. Ну, конечно, какие-то действия им придется и на Ферзевом сделать. Возможно, Коня отвести на Д8. Подпойтиться С7-С6. И может быть даже Д6-Д5. Давайте это я другими стрелочками... Нет, давайте не такими. Давайте желтыми. Возможно, они так будут играть. А может и не будут. Но их игра именно на королевском фланге. Если бы белые не пошли Конь Д2, а, скажем, сыграли Конь С3, то здесь играть Конь С6 нельзя. То есть, это ошибка. Из-за хода Д5. Пешка возьмет потом на Е6. И у черных получится очень плохая редакция астроиндийской защиты. Которая их слон даже не на Ж7. И есть отсталая пешка С7. То есть, позиция просто стабильно хуже у черных. А после Конь БД2, Конь С6, этот вариант, если не ошибаюсь, был в примещениях. То есть, партия, которую вы посмотрите, именно в этой партии было примещение, что если сыграть А2-А3, то последует слон Д8 и Е5. Мой противник сыграл Е2-Е3, укрепил центр. Но, тем не менее, конечно же, последовало слон Д8. Черные проводят свой план. Они хотят пойти Е6-Е5, потом Е5-Е4. Теперь после хода Е2-Е3, Конь получил надежду оказаться при случае на слабом поле Д3. И белые укрепляют это поле ходом Конь Е1. Ну, конечно же, это не могло не порадовать. И черные уверенно сыграли Е5. Сейчас, если белые сделают абсолютно любой ход, ну, даже не знаю, какой предложить, там, ладья С1. Черные продвинут пешку дальше, сыграют Е4. Потом, возможно, отойдут Конь С6. Может быть, даже на Б4 вызывая А3, это не важно. Потом проведут С6-Е5, захватят пространство по максимуму. И начну проводить Ж5-Е4. Мой противник был уверен, что ход Е6-Е5 плохой. Потому что появляется возможность вот так испортить пешечную структуру. Да, структура действительно испорчена. Но беда для белых, на беду белых, использовать эти ослабления они не могут. То есть, конечно, они пытаются это сделать. Напали на пешку Е5. Пешка, конечно, идет вперед. Поставили Коня в центр. Напали на пешку С6. Но сейчас у Черных очень простая игра. Они максимально быстро переводят слона на Д6. Второго слона ставят на Б7. Проводят С5. И слон Б7 окажется неимоверно сильным. То есть, так вот в партии было. Конь Ж2, слон Б6. Белым приходится играть Е4. Иначе они без Коня. После ЕФ Конь бьет Ф3. Выясняется, что диагональ А8, H1 у белых очень слаба. Слаба пешка Е3. Ослаблены белый король. То есть, все можно смело отмечать красным цветом. Ну, за исключением диагонали. На ней у черных очень здорово будет расположен слон. И это, конечно, мы выделим зеленый. Конь Ж4. Висит пешка Е3. Белые ее защищают и создают такую незатейливую угрозу замотовать нас. Но после ФЕ7 выясняется, что угрожает слон С5. И вот с пешкой Е3 возникают большие проблемы. Ее надо защищать. И после слон Б7 нет защиты от С6, С5. После чего слон Б7 свирепствует на большой диагонали. И даже в ответ на конь Х4 последовало С5. И слон расположился в самом центре позиции. Согнать его никак невозможно. Эту позицию я уже оценивал как совершенно выигранную. Конь Ж2 и конь Х4. Они как-то запутались. Вместо как минимум одного из них на поле Д5. То есть минимум один из них должен был располагаться на С3. Для того, чтобы не позволить черным так активизировать своего белопольного слона. Ну и после коня Х4, по-моему, здесь черные достаточно быстро и убедительно выигрывают. Для начала напали на этого коня. Если ферзь отойдет, то надо считаться с тем, что просто черные сыграют слон Б4. Кстати, куда ферзью отходить еще не так понятно. На ферзь С3 последует слон Е5 и на ферзь С1 Ж7, Ж5, вилка. Давайте я вам покажу вам этот вариант. Скажем, на ферзь С3 слон Е5 и Ж7, Ж5, вилка. Ничуть не лучше ферзь бьет А5. Сразу ходим Ж5. И на ферзь С3, ну с угрозой пошиховать после ферзь Х8, мне кажется, два равноценных кода. Слон Е5 и Конь Е5. С совершенно выигранной позицией. Поэтому белым приходится играть Конь Д5. Ну вот я говорил вам, что одному Конью надо располагаться на Д5. Но здесь белые явно не успели. И после ферзь Ж5 выясняется, что еще и белый ферзь с поля Д2 не может удачно отойти. То есть, вот это вот противостояние очень неприятное. Угрожает С7, С6. А если ферзь уйдет, скажем, на А5, ну вот так вот, условно, то немедленно последует Конь бьет Х2, Ферзь бьет Ж3 и мат. В партии последовало Конь Ф3. Черные сохранили под прицелом слабую пешку Е3. И ферзь также взял под прицел еще и пешку Х2. Посоветовать что-то здесь уже очень сложно. Угрожает в первую очередь ход С7, С6. В дальнейшем слон бьет Ж3. А после ферзь Е2. Ну вот так и последовало. С6, Ж5. И выяснилось, что Коню некуда ходить. На Конь Ж2 последует слон бьет Ф3 и Ферзь бьет Х2. А после Конь Д2 черные просто защитили слона Е4. И белые сдались. Потому что если взять на Е4, то последует ладья бьет Е4. Давайте стрелочками, чтобы не удлинять партию. Ладья бьет Е4. И после Конь Д3 ладья бьет Е3 и ладья бьет Д3. В связи с тем, что на Х2 грозит мат, белые теряют коня. По той же причине невозможно отступление конем на Ж2. Таким образом мне удалось догнать Владимира Ильича Охотника. И, как я уже говорил, добыть балл Международного Мастера. Кстати, может быть я вам наврал, что последний. Последний все-таки выполнил в круговике. А это был второй. Балл Международного Мастера. Так, на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Спасибо за внимание. С вами был Международный Гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. Спасибо. 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 Спасибо.